Книга открытым оком, том 9, тема «Вера», вопрос 2201. «Зачем человеку ангел-хранитель, если его Господь хранит?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Господь многое делает через своих слуг, ибо таково его установление. Евреям 1.7. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Матфея 18.10. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Книга Иова 33.23. «Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его». Псалом 90.11. «Ибо ангелом своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих». Господь хранит через посланного ангела. Слово «зачем» в кавычках не ставится к уже установленному владыкой. Римлянам 9.20. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли, сделавшему его? Зачем ты меня так сделал?» Господи, за что так хорошо? Уютно погорельцам на планете. Хотя ты истираешь в порошок, но славят тебя взрослые и дети. Нам нелегко. В растрюпанные крылья, в изорванные бурьи паруса, такие ветры, даже очень сильных, смущает невезение полоса. Потери, искушения и тревоги, покоя ни на час, ни полминуты. О, Господи, приди же к нам на подмогу, сними с нас плат и развяжи нам руки. Откуда-то сползает наваждение, подмигивает хитрое лукавство. Чему служил? Вдруг уплывают тенью, надежда в очереди к опустевшей кассе. Надменность проскользнула на ухмылке, уныние подтачивает разум. В ячейку крупную плывет нахально килька, лень угрожает старческим маразмам. Создатель, не спошли мне доброты, пока не поздно, протяни мне руку. Бог вдов, покинутых, малютки, сироты, твой ветер гонит дни мои по кругу. Доверится тебе, мой Иегова, угрозами и ласками зовущий. Я в духе зрю тебя не на иконе, и более в беде, чем в райских кущах. Мне хорошо, с тобой путь прошел, все милости не поместить на пленки. Из детской веры малый корешок стал разрастаться, умножать селенки. Да будет дерево с плодами при ручье, живущих рядом кормит в интернете. Благодарю за крыс и за клещей, за избавление от них, грозящих смертью. 1.06.2004 год. Игнатий Тихонович Лапкин.